Музыка, легенды, танцы и знания предков придают смысл нашей жизни. Это наследие человечества. Эти культуры, передаваемые из уст в уста, очень хрупкие. Если их голос смолкнет, наш мир обеднеет. Чтобы спасти их, мы должны передать их нашим детям. Исчезающие миры Девочка и обезьяна Фильм Жерома Сигюра История королевского балета Камбоджи начинается здесь, в Ангкоре, столице империи Кхмеров, основанной в IX веке н.э. Мы делаем руками то же самое. Но у них костюмы совсем другие. Они кажутся голыми. Вы бы так оделись? Нет, это невозможно. Для этого пришлось бы жить в лесу. Сегодня мы так танцевать не можем. Давайте делать то же самое. Нет, я бы не смогла танцевать вот так, без ничего. Эти девочки – танцовщицы королевского балета. Прошло 800 лет с тех пор, как неизвестный скульптор вырезал этот барельеф в храме Байона. Неприличное одеяние, как на этих каменных танцовщицах, сегодня неприемлемо. Но подруги сразу же отождествляют себя с этими чувственными образами, потому что это абсары. Танцовщицы абсары жили на небесах рядом с богами. Тысячу лет назад король Кумба, легендарный основатель королевства, влюбился в одно из них. Очарованная им, танцовщица спустилась с небес и стала принцессой Мера. Затем она стала учить смертных секретам небесного танца. Веками королевская власть и сошедший с небес танец сплетались связями божественной красоты. Королевский балет появился в результате любви искусства и власти. Лучшим воплощением этой истории является принцесса Буппа Деви, дочь его высочества, короля Народома Сианука, первая танцовщица королевской крови. В 60-х годах прошлого века талант и грациозность Буппы Деви помогли ей поднять уровень балета на невероятную высоту. Спустя 40 лет аура Буппы Деви не изменилась. Принцесса уже не танцует, но борется за сохранение классического кхмерского танца. Благодаря ей королевский балет Камбоджи был признан ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества. До свидания, девочки. Не буду больше хвалить вас. Вы хорошо танцуете. Вы прелестны. Продолжение следует... Королевский балет насчитывает 50 танцоров, мужчин и женщин, а также преподавателей, хореографов и музыкантов. Труппа готовится к важному представлению «Ночи Анкора», которая скоро пройдет в храме Анкор-Ват в колыбели к хмерской цивилизации. Кун, одна из величайших хореографов, следит за каждым движением своей дочери Шре Ви. Шре Га, сестра-близнец Шре Ви, репетирует под наблюдением профессора Сати, солистки королевского балета. Танцевать в королевском балете мечтает каждый ребенок. Но перед этим дети должны изучить классический хмерский танец в Королевском университете изящных искусств. Конкурс – несколько сотен мальчиков и девочек на 50 мест. Прослушивание проводит профессор Кун. «Встаньте в круг. Вот так. Шире круг. Разойдитесь еще немного». «Встаньте в круг. Вот так. Шире круг». Номер три пой. Раз-два. Мы собрались вместе. Счастливы. Продолжай. Когда ты уехал на лошади, ты разбил мне сердце. Для классического танца кмеров нужны способности, которые может дать только природа. Хорошее телосложение, чувство ритма, слух, способность запоминать сложные мелодии. Начинайте. Музыка. Я плачу из-за моей любви и, сидя на земле, пью вино пополам со слезами. Музыка. 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 Я знаю, что ты делаешь. Музыка. 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 Ее маму заставила ее выйти замуж. Она жила, как бабочка. Продолжение следует...